Всем привет! Наверняка каждый человек задумывался о том, от чего зависит либидо и половое влечение. Сегодня будет много данных о мужских и женских гормонах, о том, почему у одних едет крыша, другим же и раз в месяц нормально. Как изменить ситуацию с помощью знаний из научной литературы? Лучше по ходу выпуска делать заметки, либо посмотреть пару раз, потому что получилось подробно и интересно. Ремарка. Если вы падаете в обморок от слова «секс» или не переносите всей этой похабщины, развраты и пошлых тем, будет тяжело. На канале много разборов других нормальных тем. Погнали! Чтобы не задвигать слишком долго про эволюцию, продолжение рода и сравнение секса с приемом наркотиков, достаточно уяснить, что сексуальное влечение – это один из базовых инстинктов, как инстинкт самосохранения. То есть это естественная часть каждого человека, у кого-то больше выражено, у кого-то меньше. Как с тем же инстинктом безопасности, есть разительные отличия даже внутри нормы. Одни люди выбирают безопасные автомобили, не рискуют, не лезут в авантюры, другие же рискуют постоянно, не отдавая себе отчет о последствиях. Оба этих поведения не являются психическим отклонением. Конечно, если вы моете руки по 20 раз в день, боясь бактерий и вирусов, то тут стоит задуматься. С половым влечением есть схожая градация и варианты нормы. Дальше разберем главные моменты, которые связаны с половым поведением. Пол. Мужское либидо изначально сильнее женского. Опять-таки, это не значит, что случайный мужчина точно озабоченнее случайной женщины. Есть и девушки, повернутые на сексе, и мужчины бревна. Это как с ростом. В целом мужчины выше, хотя в отдельных случаях и наоборот. В частности, у мужчин интенсивнее сексуальные желания, чем у женщин, что отражается в спонтанных мыслях о сексе, чистоте и разнообразии сексуальных фантазий, желаемой чистоте полового акта и количестве партнерш, мастурбации, пристрастий к различным сексуальным практикам. Это первое изначальное отличие в либидо. Напоминаю, что каждый тезис имеет отсылку к научному источнику, их 54, в описании к видео. Второе новизна. Чем дольше отношения, тем ниже либидо. Больше двух тысяч женщин в течение семи лет заполняли опросник, индекс женской сексуальной функции. И получилось так, что в длительных моногамных отношениях этот индекс снизился. Мне однажды женатая пара предлагала заняться с ними сексом втроем. Ну, они 10 лет вместе, там, видимо, чтобы заняться сексом уже нужны еще какие-то люди. Чтобы вы не думали, что сейчас идет какая-то негативная пропаганда, есть и другие факторы. В фундамент все же не половые партнеры, а новизна в отношениях. Если и мужчина, и женщина иногда меняются, имидж, стиль, хобби, одежда, прически, не отращивают себе лишние килограммы и как-то развиваются, в том числе и в сексе. То в таком раскладе есть элемент новизны, и одна и та же девушка воспринимается несколько иначе в разные моменты времени. Для мужчин эффект новизны важнее, чем для женщин. Это как с бывшими, вроде знаешь их хорошо, но через пару лет смотришь и вдруг некоторые кажутся такими интересными, мадам. Парадокс в том, что чем дольше отношения, тем больше люди удовлетворены собой, что как раз и тормозит дальнейшие перемены. Типа, я и так хорош, у меня есть вторая половинка, зачем мне что-то в себе менять? Так что улучшайтесь и не считайте себя совершенным. Это влияет на половое влечение как к вам, так и от вас. Даже в детских игрушках среди кукол женского и мужского пола, те самые барби и кены, они чаще имеют стройную фигуру, плюс у мужчин с примесью мышц. Это скорее инстинктивная программа, а не маркетинг. Ведь если бы детей тянуло к другим типам фигур, они бы продавались еще лучше. Рынок сразу бы отреагировал. Гормоны. Не устану повторять, что это очень сильный фактор, который влияет на жизнь. Посмотрите, черт возьми, выпуск по книге Биофакер. Не надо ничего читать или покупать. Но свои анализы нужно знать абсолютно каждому. Ссылка вверху справа и в конце ролика. Приведу несколько интересных исследований, после которых, глядя на анализы человека, вы сможете даже понять, насколько он развратный. Особенно трудно, когда вдвоем вот в одной дырке. Такое тоже было. Да, вдвоем в одной дырке, но интересно. Итак, мужики, сначала про нас. Если у нас высокий тестостерон, низкий пролактин и средний эстрадиол, лучше об этом никому не говорить. Опросили 224 мужчины. 37% ответили, что изменяли в текущих отношениях. Еще 29% имели некоторые критерии сексуальной дисфункции. Анализ неверного поведения выявил значительную связь с уровнем тестостерона. Чем был выше тестостерон, тем чаще мужчина ходил налево. Чем ниже, тем чаще у него была сексуальная дисфункция. Получается, что у мужчин со средним тестостероном оптимальная либидо, они верны и нет проблем по половой части. Вот когда он низкий, хуже не только либидо, но и здоровье. Хотя в 2017 году на небольшой выборке была корреляция, что те, у кого низкий тестостерон, чаще бывают романтичными. Не все так плохо. Известно также, что у мужчин в браке, после рождения детей и в длительных отношениях тестостерон снижается. И в 2015 году ученые создали так называемую модель множественной регрессии для уровня тестостерона, социосексуальности, это стремление к сексу без обязательств и в количестве половых партнеров. Оказалось, что в моменте высокий тестостерон увеличивает число партнерш и желание секса без отношений. Но в долгосрочной перспективе как раз оптимальный тестостерон связан с большим числом партнерш. Звучит странно и нелогично. Поясняет цитата из исследования. Тестостерон увеличивает желание свободного секса и следовательно количество сексуальных партнеров, а удовлетворение этих желаний снижает уровень тестостерона. Если с тестом все понятно, чем выше, тем выше либидо, то вот эстрадиол и пролактин должны быть примерно в середине нормы. Если главный мужской гормон у вас в небесах повышенный, но при этом повышенный эстрадиол и пролактин, то на либидо это вообще никак не скажется. Гормоны и либидо у женщин. У женщин тестостерон имеет непрямую связь с влечением. Низкий уровень, как и высокий, его снижают. Оптимальный уровень растит либидо. А вот высокий уровень эстрадиола подстегивает все ваши сексуальные мечты. Во время овуляции женщинам нравятся сексуальные и брутальные мужчины. Ближе к менструации более заботливые, милые и романтичные. Нам, мужчинам, понять это сложно. Представьте, что в середине месяца вам нравятся только фигуристые развратные дамы, а в конце месяца те, что хорошо варят борщ и убирают дома. Хотя эта теория и сейчас критикуется, факт, что в овуляцию желание секса выше, но уж к кому, тут уже вопросы. Девушки, если ваш эстрадиол высок, а прогестерон низок, у вас скорее всего найдется весьма сексуальная одежда. К тому же это предпосылка к более высокому либидо. Обострение же происходит, в какую стадию цикла, правильно, снова овуляция. Изучать исследования бывает очень интересно. Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Психика. Либидо сильно связано с психикой. Существует множество доказательств, что различные психотравмы и их исправление с помощью психологических вмешательств достоверно улучшает не только влечение, но и качество жизни. Поэтому стоит задуматься, были ли какие-то травмирующие события в прошлом, после которых у вас появился страх или неприязнь к сексу. Если да, то нужно хотя бы погуглить книги или статьи о том, что послужило триггером, и попробовать перепрошить себе психику самостоятельно, без психотерапевтов, грибов или таблеток. Коррекция гормонов. Просто сдайте анализы и посмотрите, что у вас внизу и вверху нормы. Это очень сложная тема и нельзя так просто взять и сказать, что делать. Но можно дать некий вектор, направление для дальнейшего изучения. Если ты мужчина, и твой эстрадиол у верха нормы, потребуется анострозол. Если пролактин у верха нормы, бергалак. Если тестостерон низкий, остальное нормально, кластил бегит. Девушкам лучше влезать в систему только при явных отклонениях от нормы и с врачом. Изменения в гормонах будут менять либидо чуть ли не в тот же день. И на мой взгляд, гормональная коррекция при наличии нарушений сработает лучше всего. Спорт. Все знают, что спорт тренирует мышцы и помогает в похудении. Это косвенно увеличивает тестостерон. Однако при избыточных нагрузках либидо становится даже хуже, чем у тех, кто вообще не тренируется. Учитывайте этот момент. Добавьте или снизьте нагрузки на пару недель и оцените свое самочувствие. Кстати, на выборке больше 12 тысяч мужчин, это отличная выборка для фанатов доказательности. Именно индекс массы тела и возраст имели отрицательную обратную связь с тестостероном. Курение и употребление алкоголя портит гормоны меньше, чем ожирение. Если выбирать из двух зол ожирение или курить и пить, то ожирение сильнее испортит ваше либидо и сексуальное влечение. И было бы честнее писать на пачках майонеза или шоколадках, что чрезмерное потребление вызывает импотенцию. Так что адекватный размеренный спорт – неплохая идея для поддержания себя в форме, для увеличения либидо как у мужчин, так и у женщин. Общение. Возможно, это прозвучит странно. Но свободное общение на темы секса со своим половым партнером улучшает сексуальное влечение, возбуждение, количество оргазмов, эректильную функцию и даже, простите за подробность, количество смазки у женщины. По данным крупного метаанализа, включающего сразу 48 исследований. И там же было сказано, что пары, которые по тем или иным причинам не говорят о своих желаниях и вообще шарахаются таких тем, имеют больше сексуальных проблем. Поэтому, если вы видите человека, который слишком правильный и даже не заикается про такие темы, скорее всего, у него проблем с либидо больше, чем у вас. Это не означает, что нужно всегда говорить про секс. А то сейчас в комментах подтянется армия порядочных джентльменов и леди. Просто это должно быть примерно так же легко, как поговорить со своей женой, мужем о предпочтениях в еде или выборе смартфонов. Про секс говорить тема благодатная, потому что вокруг нас ебется все вообще, кроме разве что ко мне. И то не факт, может они просто медленные. Меньше стресса. Это прям классика, когда речь идет о хроническом стрессе, который подавляет создание тестостерона у мужчин и эстрадиола у женщин. Про фактор стресса довольно часто упоминается на канале. Тут не только либидо становится хуже, но и выше риск разных заболеваний. Один из доказанных путей снижения хронического стресса – медитация и йога. А если вы плохо спите, то наладить сон – это вообще идеальный вариант. Витамины и микроэлементы. Нормальное поступление этих веществ – это один из столпов здоровья. Был целый выпуск о витаминах, где приводились данные, что почти у всех людей вокруг есть недостаток одного или нескольких витаминов. Ашваганда. Неплохая доказательная база для поддержки тестостерона, для снижения стресса и даже для интеллекта. Это один из самых недооцененных БАДов с широким профилем эффектов – DHEA. Более эффективно для повышения женского либидо, чем мужского. В прошлом году опубликовали данные, что уровень дегидроэпиандростерона или ДГЭА снижен в крови у женщин с низким сексуальным влечением. В других же данных добавление этого вещества повышало желание секса. У мужчин эта добавка может сработать в более старшем возрасте. Трибулус. В спортивном мире добавка позиционируется как для роста тестостерона. Но в недавних исследованиях был рост только при исходно низком его уровне, как у мужчин, так и у женщин. Эффект конкретно для либидо, без привязки к тестостерону, описывается чаще. Так что не воспринимайте эту добавку как увеличивающую андрогена, когда они в норме. Спорная тема есть также с пероральными контрацептивами у женщин. 15% сообщают о слабом либидо. Такие гормональные таблетки снижают свободный тестостерон. По всей видимости, если он изначально был нормальным или высоким, то все ок. Если низкий, то влечения становится меньше. Немножко данных есть по такой добавке как мака, ну и конечно знаменитый алкоголь. Он увеличивает рисковое сексуальное поведение. Хотя тут скорее замазывание стрессов и проблем по психике. И эффект опять-таки сильнее у женщин. Да и есть мета-анализ, что бухать это хреновая идея для долгосрочного либидо. В общем, должны работать трезвые водители. Ну у нас таких нету, у нас все нормальные ребята. Все вышеперечисленное это БАДы. Не лекарства, ну кроме алкоголя. Они обычно хорошо переносятся и имеют вменяемый ценник. Так что как вариант можете протестить. Как снизить либидо? В принципе, можно делать все наоборот. Потолстеть, начать курить, плохо спать, забить на спорт, на сдачу анализов, много нервничать. Не использовать никаких добавок и избегать любых тем секса. Фу-фу-фу. Жизнь примерно половины людей вокруг. Из таблеток для подавления либидо очень сильны антидепрессанты на базе серотонина. Для разовых ситуаций, уже конкретно для мужчин, хорошо сработает фенастерид. Он мешает конверсии тестостерона в более мощную форму дегидротестостерон. Если же использовать часто и в больших дозах, либидо может просесть не на 1-2 дня, как иногда нам всем нужно, а на долго. И это уже не нужно. Отчасти помогает самоконтроль и переключение внимания. Нужно понять, что это все эмоции. Их бы перенаправить в другое русло, а не вестись у них на поводу. А сознание этого поможет так и отвести взгляд от очередной юбки. Итог. Фундамент сексуального увлечения. Сон 7-8 часов. Умеренный спорт. Скинуть жир, если его много. Сдать анализы и исправить их косяки. Меньше хронического стресса. Дальше подключаем элементы новизны. Тут скорее речь не о количестве партнерш, хотя как вариант. А об улучшении самого себя. Об изменениях. Свободные и простые разговоры о своих желаниях. Это поможет наиболее скромным и зажатым. Если ваши фантазии запрещены законом, лучше пойти к психотерапевту. Тут без шуток. Остальное же вопрос морали. Она постоянно меняется. Лет через 10-20 многие ныне аморальные штуки станут нормой. Работа с психикой и понимание каких-то своих тараканов. Откуда растут ноги того или иного страха. Ну и конечно же ваш любимый раздел колеса. Колеса для либидо. Бергалак, анастрозол, кластилбегид. Это лекарство только после сдачи анализов. Женщинам только с врачом. Самые надежные варианты. Из добавок мультивитамины. Ашваганда, трибулус, Д, Х и А. Ко всем веществам из этого выпуска читайте инструкции. Особенно побочки и противопоказания. Что ж, получилось подробненько. Надеюсь биохакинг в такой нескромной теме вам поможет еще лучше рулить своим организмом. А не воспринимать его как данность. Удачи и до скорого. Удачи и до скорого.